Священник Николай Балашов и Еремонах Нафанаил Судников Для Слова Божия нет уз 2 Тимофея 2.9 Православный христианин Тюрьме на свободе Издание 2 дополненное Барнаул 2010 год Страница 248 Мы отошли лишь от Московской Патриархии Это заявление, хотя вряд ли можно назвать публикуемый документ заявлением Передал нам в редакцию известный церковный неформал Игнатий Тихонович Лапкин Кстати, именно он проводит сейчас в актовом зале главного корпуса АГУ занятие по изучению Священного Писания Мы не комментируем факты, приведенные в заявлении, оставляя эту нелегкую работу читателям рубрики Клуб Сомнения Мы, ниже подписавшиеся верующие города Барнаула и его окрестностей, являемся членами христианской православной общины Свободной Православной Церкви То есть, не признающей канонической законности Московской Патриархии Обращаемся к вам с просьбой Официально зарегистрировать нашу религиозную общину Цель нашей регистрации – иметь свой храм, чтобы мы, наконец, смогли свободно собираться на богослужение И организовать воскресную школу с целью духовного воспитания детей А также проводить благотворительную и другую христианскую деятельность официально Мы просим отдать нам храм, находящийся на территории БВА Ул, полковая церковь Наша община состоит из православных христиан, признающих незыблемым символ веры, верующих во все, написанное во Святой Библии, в предания церкви Ратующих за соблюдение всех правил апостолов, святых отцов церкви, семивселенских и девяти поместных соборов, в труды святых отцов, в жития святых В составе нашей общины немало людей так называемой Тихоновской церкви, ИПХ – истинно православных христиан Которые в эти годы вынуждены были вести нелегальную церковную жизнь, то есть неофициально собираться на богослужение Катакомбная церковь России Так как теперь негласные инструкции в отношении верующих отменены И постоянно раздаются призывы построить в стране правовое демократическое общество, основанное на соблюдении законности То и мы решили зарегистрировать нашу общину У нас нет сегодня никаких серьезных оснований вступать в конфликт с новым законодательством О религиозных культах, вступившем в силу 10 октября 1990 года Если оно не будет ущемлять нас в духовном отношении И если оно не препятствует жить нам в соответствии с требованиями устава православной церкви Мы не являемся какой-то новой конфессией или особой церковной формацией Поскольку являемся ревнителями и хранителями православных догматов и традиций русско-православной церкви Сберегая переданное нам вероучение и святые обряды в чистоте и непорочности Нас никто не сможет обвинить и в расколе церкви Так как мы никогда от святой матери церкви не отходили и не откладывались Стремясь быть ее верными чадами Мы отошли лишь от Московской Патриархии как организации неканонической Поскольку она основываясь на декларации митрополита Сергия Острогородского А 1927 года выражает безоговорочную лояльность, подчиненность правительству Как гражданскую, так и духовную Обязалось быть решительно во всем послушность светской власти сказав Ваши радости, наши радости Ваши горести, наши горести И поэтому уже не является свободной от богоборческих сил Стремившихся во что бы то ни стало уничтожить церковь С этой целью ОГПУ добилась того, что на все важнейшие посты Стали в церкви патриарши ставить своих людей Не без серьезных потерь вышла из полосы гонений и собственно церковная жизнь Линия митрополита Сергия привела к тому, что с 1927 года На виднейшие должности церкви, епископов, настоятелей монастырей Крупных городских и районов, населеприходов Назначались люди по важнейшему признаку Угодности местным властям В итоге сегодня На ключевых постах церкви оказались, как правило, самые не лучшие ее представители Люди двоедушные, а то и просто бездушные Беспринципные карьеристы или сребролюбцы Научившиеся громко говорить одно, а делать прямо противоположное Влияние таких начальствующих сказалось и на духовном состоянии верующего народа Растерянность, боязливость, недоумение и очень заметное ослабление силы веры Обратным концом это опять-таки бьет не куда-нибудь, а по нравственному состоянию всего нашего общества Советская литература, номер один за 1990 год Страница 84 Русская церковь на Голгофе Обуянные той же болезнью, что и весь командно-административный аппарат, поставивший их в должности Церковная иерархия поражена трижды этой же проказой Трусость и корысть Корысть и трусость Разваливающие церковь изнутри эти волки в овечьей шкуре давно потеряли веру и никогда ее не имели Да откуда может быть поднята нравственность народа, если из соборных 719 действующих ныне правил ежедневно и умышленно нарушается 413 правил То есть 57% кодекса церкви попирается целенаправленно Кому же это выгодно? Попытки выправить это дело еще ни разу ни к чему не привели Так как если священник пробуждается, начинает ревновать о деле Божьем То тогда сразу же ставленник один Политбюро, епископ смещает доброго пастыря Выход только один Выйти из-под контроля советских епископов Поставленных неканонически С вмешательством мирских властей Это 7-й Вселенский Собор, правило 3 И быть по домофорам тех, кто не осквернил себя предательством дела Божия В соучастии с богоборцами В деле нарушения канонов церкви Служащим уничтожение церкви, истины, святости Только тогда пробудется огромный духовный потенциал церкви Когда иерархия раскается в сотрудничестве с разрушителями церкви и отойдет в сторону Бог грешников не слушает Кто умышленно грешит и не приносит покаяния Мы остались верны заветам лучших иерархов церкви Погибших от рук безбожников, мучеников и исповедников русской церкви Составляющих ее цвет и славу Кто не подписал декларацию митрополита Сергия И предпочел лучше быть замученным, чем уступить свободу церкви То есть изменить Христу Ныне уже официально доказано, что патриарх Тихон Не подписывал завещание о лояльности советской власти Смотреть московский церковный вестник Номер 13 31 июля 1990 года Восьмая страница, шестая колонка сверху Поэтому московская патриархия не может считаться приемницей патриарха Тихона Унаследовав весь арсенал методов борьбы с инакомыслящими От обновленцев и иерархия московской патриархии Допустила полное сращение монаршего и патриаршего престолов Став во всем на политическую платформу ЦК партии Осуждая тех, на кого укажут Считая всех гонимых за веру уголовными элементами Отказавшись от мучеников за веру От их канонизации Хотя безбожники уже реабилитируют своих репрессированных сотоварищей И в этом грехе у патриархии нет раскаяния Несмотря на то, что не принимавшие Сергеевской декларации Были верны заявлениям патриарха Тихона и других многих исповедников Памятная записка соловецких епископов Что Церковь отказывается от всякого влияния на политическую жизнь страны Несмотря на полное отсутствие фактов, улегчающих их в какой-либо противогосударственной деятельности Все последователи свободной церкви в СССР до недавнего времени Подвергались жесточайшим преследованиям и репрессиям Вся их вина состояла только в том, что они желали сохранить свое истинно христианское духовное миросозерцание Традиционное верующение церкви независимым от влияния стекуляризованного общества Не изменяя и не переоткалывая его в духе официальной идеологии государства В результате преследования катакопная церковь лишилась своей организации Она в глубочайшем подполе едва могла сохранить остатки иерархии и священства Для удовлетворения духовных нужд в своей пастве Ведь даже рядового члена ее, простого мирянина, могли приговорить к 25 годам заключения Поэтому сторонники свободной церкви в России сейчас с такой надеждой взирают на нашу русскую зарубежную православную церковь Которая является частью российской матери церкви, сохранив ей свою верность, считая себя ее законной наследницей и продолжательницей Без помощи русской зарубежной церкви невозможно будет у нас воссоздать истинную церковную организацию Все здоровые силы нашего общества все больше начинают сознавать Что без возрождения истинной православной церкви не может быть речи о возрождении нашего Отечества Ибо мы видим, как московская патриархия скомпрометировала себя в глазах народа Даже простые верующие и те не видят в лице ее иерархов-защитников дорогого их церкви православия Постоянно наблюдая их участвующих в бесконечных экуменических встречах, конференциях и молениях с серитиками Нарушающих строгие церковные каноны, извергающие их из сана, лишающие звания Все сейчас видят горькие плоды сергиевской декларации Печального для церкви Христовой Печального и для народа русского акта Компромисса с теми, кто желал только смерти церкви С теми, кто посягал на основу морали и нравственности компромисса с совестью Плоды эти, а моральное поведение священнослужителей и иерархов в московской церкви, патриархии Которая стала широко известна в народу, их равнодушие к духовным нуждам паства Плоды эти, процветающие симонии, то есть взятки за получение сана или богатого прихода И, наконец, казнократство, когда пожертвование честных трудов верующих утекает в карманы всевозможных проходимцев Мы еще раз хотим подчеркнуть, что все это плоды компромисса с властями Когда чиновники из компетентных органов, взявшие благодаря этому компромиссу фактическую власть в духовном и административном управлении церковью Открывали дорогу в алтарь на Амбон и в так называемые двадцатки Лишь тем, в ком видели стопроцентную гарантию послушания распоряжением партийно-государственного команды административного аппарата Никак не взирая на их нравственные качества Все это разлагающее влияние ставленников и мирской власти привело к потере авторитета всей церкви Отчего духовный уровень приходящих в храм ничем не отличается часто от совершенно неверующих Все свелось к беззастенчивой торговле нечистыми свечами Полученным даром Библиям Лопухина, как дар скандинавских стран тысячелетию 150 тысяч экземпляров проданы за 250-450 рублей за экземпляр С Богом установили торговные отношения, а церковь превратилась в дом торговли Совершать лжекрещение без погружения, лишь бы поскорее, за деньги Хотя заповедь гласит, даром получили, даром и давайте Мы глубоко убеждены, что наша православная церковь, вышедшая из-под такой опеки И освободившаяся от поставленных на кафедры и на приход лжепострей наемников В волковой вещью шкуре губящих овец Сможет выделить из себя достойных служителей Божиих Способных поднять былое уважение к ней Как столпу и утверждение истину на земле Служителей, которые смогут не одним только словом, но и молчаливой проповедью жизни и христианского делания Поднять духовную нравственность разуверившихся во всем нашего народа Церковь Российская заслужила такое уважение Ибо она тысячелетия духовно руководя народом, ведя ее к вечному спасению Смогла его не только объединить перед лицом всевозможных врагов Но и укрепить и расширить землю русскую Благословляя ее мирный труд во славу Божию и на пользу человечеству Наша община состоит как из давнишних последователей катакомбной православной церкви Так и из недавно отшедших от московской патриархии Вгодившихся в греховные сущности сергианства Просим Центр Раисполком удовлетворить нашу просьбу регистрации Не передавая дело обычной волоките Крестовоздвиженская община в городе Барнауле указ Согласно вашему прошению и с благословением Высокопреосвященнейшего митрополита Виталия Первая иерарха Русской Православной Церкви за границей Крестовоздвиженская община города Барнаула Принимается в лоно Свободной Российской Православной Церкви Отныне все священнослужители, обслуживающие вашу общину Должны за всеми богослужениями поминать Высокопреосвященнейшего митрополита Виталия Как первая иерарха нашей Церкви И преосвященного Лазаря, епископа Тамбовского и Маршанского Как вашего епархиального архиерея К которому вы должны по всем вопросам обращаться Архиепископ Ларион, заместитель секретаря архиерейского синода 14 января 1991 года Страница 257 На Пасху 7 апреля 1991 года Митрополит Виталий прислал благословенную грамоту Лапкину Игнатию Тихоновичу Лапкину Игнатию Тихоновичу Преподается нами Божие благословения На всестороннюю миссионерскую деятельность Проповедь Слова Божия Защиты и укрепление веры Российской Православной Церкви Еще 10-12-1990 года В номере 27 Газета за науку Алтайского государственного университета Публикует материал Мы отошли лишь от Московской Патриархии Заявление на регистрацию общины И на получение Никольского храма Жизнь Алтая за 14-12-1990 года Номер 7 Повторило это заявление без сокращений Рядом с посланием архиерейского синода РПЦЗ От 3 мая 1990 года И о расстреле царя Николая II Молодежь Алтая кратко повестила о заявлении Об открытии прихода РПЦЗ Как назвать общину? Поднятие креста над лагерем Станом Видится как прообраз проповеди о Христе 1 Коринфянам 1.18 в России Креста Воздвиженская Креста в России